Спасибо. Значит, меня попросили прочитать две такие лекции. Они будут в достаточной степени вводными. Цель скорее познакомить слушателей с основами ламбековского формализма, чем рассказать какие-то технически новые результаты. Значит, с чего мы начнем? А мы начнем с некоторой такой, ну как любая классификация, видимо, не совсем полная классификация математических методов, используемых в языках знаний. Условно их можно разделить на две большие группы. Справа здесь мы видим статистические методы, которые сейчас, пожалуй, что доминирующие. И сюда относятся и все методы машинного обучения, и всякие вопросы типологии, статистические данные про языки и так далее. Это то, про что сегодня речь не пойдет. Хотя потом может быть некий синтез, и эти статистические вещи тоже могут добавляться к тому, что мы будем рассматривать. Нас интересует то, что условно называется алгебрологические, такие детерминированные, по-английски говорят, rule-based методы, где цель – это описание структуры естественных языков в разных ее проявлениях. Это может быть морфология, может быть синтекс, может быть семантика, может быть даже прагматика. Это значит с помощью каких-то математических структур. Обычно эти структуры имеют либо алгебраическую, либо логическую природу. Ну, могут быть и какие-то другие. Обычно какие-то такие сущности дискретной математики там появляются. Дальше, конечно, эти стрелочки не означают, что это единственный вид алгебрологических методов, но дальше просто это некая специализация. Совершенно классические вещи в алгебрологическом подходе к языку – это формальные грамматики. Мы про них будем сегодня говорить, и как конкретно мы их видят категориальные грамматики. Это их специфический такой подвид. В следующий раз мы обсудим связь категориальных грамматик ламбиковского типа с некоторыми другими грамматическими формализмами, но сегодня мы будем говорить о категориальных грамматиках. Значит, формальная грамматика – это некоторое конечное описание. Теистически мы сегодня не будем рассматривать. Может быть, чуть-чуть скажу в следующий раз, но это есть время и останется. То есть, на самом деле, мы находимся вот тут внизу, игральная грамматика. Значит, формальная грамматика вообще – это некоторый конечный способ описать формальный язык. То есть, у нас есть некий алфавит, в нем есть формальные слова, то есть, в последовательности букв. На самом деле, не совсем букв, про это я скажу чуть позже. И он вообще, говоря, бесконечный. То есть, множество, скажем, предложений на русском языке потенциально бесконечны. В реальности, можно сказать, ну, какое там предложение длиннее тысячи слов, ну, такого не бывает, но описывать его удобнее из соображений, что оно не имеет какого-то ограничения по объему. И, значит, это множество как-то аппроксимирует естественный язык. То есть, конечно, в естественном языке есть очень много всяких сложных вещей, всяких темных углов, куда никакая формальная грамматика не залезет. Так сказать, спорно, что туда залезет какое-нибудь машинное обучение, но тем не менее. Но вот это множество, как бы, точнее, правильно построенных грамматичных текстов, оно как бы аппроксимирует, естественно, язык. Наиболее употребительные, так сказать, случаи там будут правильно отображены. А также формальные грамматики используют для описания компьютерных языков, ну, например, языков программирования, также языков разметки и прочих. Мы про это говорить практически не будем сегодня. Но там как раз этот язык, это прямо вот в точность тот самый формальный язык, который мы задаем. И более того, как правило, грамматика просто входит в стандарт языка, как часть его описания. То есть вот просто by definition это он и есть. А в случае с естественным языком это некоторые приближения. И поскольку речь здесь пойдет о синтаксе естественного языка, а не его морфологии, то есть нас не интересует, как устроено конкретное слово или словоформа, а нас интересует, как устроены предложения в этом языке. И, с другой стороны, нас не будет интересовать, как устроены тексты, у нас будет стоять одно предложение практически всегда. То вот элементами этого множества сигма, которые, так сказать, считаются алфавитом, будут слова, а не отдельные буквы. То есть происходит некий сдвиг. То, что у нас на формальных языках называется буквой или символом, это будет слово. А то, что там называется как бы словом, то есть по задействованию букв, это будет у нас предложением, фразой или группой слов, словосочетанием. И на уровне, так сказать, чистого синтаксиса формальная грамматика просто описывает язык как множество слов, то есть отвечает на вопрос о синтаксической правильности данного предложения. Вот нам дают предложение, и грамматика может его как бы породить, каким-то образом его удостоверить, что оно является правильным предложением нашего языка. Тогда мы говорим «да» или говорим «нет». С такой точки зрения формальные грамматики – это такие как бы порождающие или перечисляющие алгоритмы специального вида. И оказывается, что язык, задаваемый формальной грамматикой, всегда был рекурсивно перечислимым. Значит, в частности, этого следует, что для любого грамматического формализма существует огромное количество языков, на самом деле, континуум, которые никакими грамматиками данного вида не задаются. Это совершенно не страшно, потому что большинство таких языков бессмысленные нас не интересует. Но на самом деле это непроизвольные, конечно, алгоритмы, перечисляющие языки. Это специальные алгоритмы. Как правило, эти языки будут разрешимы. То есть по грамматике можно не только породить какое-то предложение, сказать, что вот мы его построили как-то, оно является грамматически правильным. Ну и ответить на вопрос отрицательно. Имея предложение и грамматику, эффективно проверить, что данное предложение является либо не является правильно построенным по отношению к данной грамматике. Значит, это довольно эффективно. Здесь так условно сказано, для наших целей класс сложности NP или даже иногда P-space может быть окей. То есть это не обязательно быстрые полиномиальные алгоритмы в смысле практических применений. Про это мы опять же поговорим немножечко, может быть, в следующий раз. Вот. Ну, алгоритмически разрешимая задачка правильности предложения. Ну вот тут есть, у меня будут время от времени появляться фотографии разных деятелей или там портреты, как здесь, которые приняли участие в становлении теории формальных языков и в частности теоретика реальных грамматик. Ну, здесь указаны два таких человека, которых разделяют там по пару тысяч лет. Значит, справа, это, скорее всего, вам известный человек от Новом Хомский, который в 50-е годы придумал вот эту иерархию формальных грамматик, где наиболее общие типа ноль соответствуют произвольным рекурсивно перечисленным языкам. А внизу, там, значит, на нижних двух уровнях находятся контекст свободной грамматики, еще ниже регулярные языки или, конечно, автоматы фактически. Он их называл паралинейными грамматиками. С помощью контекст свободной грамматик описываются большинство языков программирования. В естественных языках есть проблемы с контекстной свободностью, поэтому, значит, этот формализм недостаточный. Но, тем не менее, Хомского как бы считают таким неким основателем вот такого вот формально-грамматического подхода к языку. Хотя, как сегодня мы увидим, идеи категориальных грамматик зачастую восходят к более ранним работам других людей, не Хомского. И, кстати, Ламбек тоже писал свою статью примерно в то же время, когда и Хомский, независимо от него. Слева, значит, этот такой индус древний, значит, 2004 год, это просто год, когда была выпущена Марка с его изображением. Сам он жил намного раньше. Он предложил некоторую формальную грамматику, близкую к контекстной свободной, для санскрита. Собственно говоря, санскрит до сих пор считается единственным языком, для которого грамматика полностью сформулирована. Он был специально разработан на основе древнеиндийских диалектов, чтобы его можно было формально описать. И, кстати, эта грамматика дальше была, к ней был применен некий алгоритм сжатия информации, было все записано в стихах, чтобы это можно было легко запомнить. И это является основным стандартом языка санскрита. Для языков, которые используются сейчас в качестве языков, там, межнационального общения типа английского, так, к сожалению, не получается. У них есть много всяких тонкостей, сложностей и исключений, но, тем не менее, какие-то приближения мы будем давать. Кстати, говоря о примерах, у нас примеры будут, значит, частично на русском, но поскольку в литературе, большая часть литературы оперирует английским языком, то в каких-то более хитрых случаях мы будем переходить на примеры на английском или пытаться вести их параллельно. Будет еще один пример на итальянском. Сегодня он нам понадобится для одного из феноменов. Значит, на самом деле формальная грамматика может дать больше информации о языке, чем просто правильность или неправильность предложения. То есть это за счет этого она интереснее, чем просто написать какой-то быстрый алгоритм проверки как бы пустоты. То есть она на самом деле дает некую идею в том, что грамматика должна быть составлена так, чтобы она отражала вот тот самый взгляд как бы лингвиста на структуру языка. То есть это не просто какой-то способ проверить, что вот это правильно, а вот это нет. А вот он должен соответствовать нашей лингвистической интуиции. Например, мы знаем, что в предложении должно быть подлежащее, сказуемое, какие-то зависимые от них слова. Грамматики каким-то образом отражают эти взгляды, они не просто как-то по-другому это проверяют. Значит, если грамматика вот так построена, то она каким-то образом извлекает из предложения некий смысл, который мы называем формальной семантикой. То есть смысл тоже формальный, то есть это будет тоже некоторое, настолько же формальное выражение, насколько и вот это слово, но оно в каком-то смысле что-то нам некое понимание дает от того, что мы прочитали это слово или предложение. С программистской точки зрения, если наш язык это язык программирования или какой-то язык разметки, формальная семантика – это просто некоторое внутреннее, более удобное для машинной обработки представление разбираемого текста. То есть текст – это строка символов, а внутри какую-то древомидную структуру можно создать или что-то такое. Так работает синтаксический анализ текстов на формальных машинных компьютерных языках. Ну, а здесь у нас формальная семантика будет следовать идеям Монтегю и будет задаваться так называемыми функциональными выражениями или лямбда-термами. Значит, буковка лямбда сегодня не появится, но функциональные выражения уже будут. А, значит, ну вот мы видим, значит, Ричарда Монтегю, к которому восходит вот эта вот идея Монтегю очень лектарского и пытался применить идеи семантики логических языков, всем нам известные, к семантике естественного языка. К сожалению, Монтегю при загадочных авторитетах погибло в довольно раннем возрасте. То, как, значит, размечать идеи, значит, семантика Монтегю, грамматики ламбика. Ну, эта идея, которая витала в воздухе, как обычную ссылку приводит работу язык в действии Ван Бентема, где это, по-видимому, вот так формально было впервые выписано, но на самом деле, конечно, все это более-менее понимали. Монтегю сам делал для категории свободный грамматик, где это не настолько просто и красиво делается. Вот, значит, переходя к категориальным грамматикам, вот последний слайд с такими общими словами, с следующего слайда будут примеры. Значит, в формализме категориальных грамматик, как мы проверяем синдактическую правильность предложений? Мы каким-то образом по предложению, почему она категориально называется? Для каждого слова мы сопоставляем ему некоторую категорию, так называемый или синдактический тип. Дальше мы их воспринимаем как некоторые логические формулы и получаем большую формулу, соответствующую предложению, пытаемся ее доказать некоторым логическим исчислением. Исчисление будет неклассическое, некая субструктурная логика, вот, например, исчисление Ламбика. И если вывелось, то все хорошо, а если нет, то не повезло. И формальная семантика вычисляется параллельно вот этому синдактическому выбору. Мы это увидим, как это делается. То есть каждое словоформе запоставляют синдактические типы, может быть, один, а может быть, несколько, если у нас есть такая синдактическая монемия. То есть одно и то же слово может играть разные роли. Например, в английском языке слово bear, которое может быть именем существительным, это медведь или глаголом. Значит, оно не значит слово медведить, оно значит другое. Значит, и семантические термы будут отвечать смыслу каждого из этих слов. А дальше мы переходим к вот этой идее композициональности, что, значит, вот этот синтаксический вывод управляет тем, как из как бы смыслов, значений каждого из слов собрать смысл предложения в целом. Ну вот как это будет работать. То есть здесь есть предложение, состоящее из слов о маленьких. К каждому из них сопоставляются синтаксические категории, а большие. Вот такая вот формула, что из этого как бы следует s, s – это переменная, а тамарный символ, соответствует предложению. Вот это должно быть доказуемо в нашем исчислении, а вот это, значит, синтаксические термы, и из них вот как-то композиционально должен быть построен терм, соответствующий смыслу предложения в целом. Как это будет делаться, мы сейчас увидим. Ну и начнем мы с базовой категориальной грамматики. Вот у нас есть простое предложение, состоящее из подлежащего и сказуемого. Значит, здесь имя собственное, чтобы в английском языке не было проблем с артиклями, то есть это просто конкретный человек. Значит, здесь непереходный глагол появляется. И сначала мы начнем с семантики. Какую семантику мы хотим получить? Значит, неформально у нас есть некая совокупность объектов, которые мы называем D, это домен, так сказать, множество наших объектов, в котором выделен вот этот джон. Тут есть очень много тонкостей, которые я сейчас опускаю. Например, если у нас есть несколько джонов, какого из них мы выберем, этот D как-то зависит от контекста, и вообще это все на самом деле происходит там, на самом деле не в простых каких-то там зависимых типах, потому что у нас есть большой термин, там есть это вот анафорическое разрешение. Но мы пока думаем, что джон в нашем контексте один. Это, значит, D – это некая совокупность или тип объектов, сущностей. И джон – это константы типа D. Теперь, значит, что такое SING? Значит, SING – это притекат. Мы хотим, чтобы, значит, часть объектов мы помечаем как поющие, а часть мы как бы оставляем не поющие. Но, значит, притекат можно понимать как подножество или какой-то там подтип. Это неудобно для формализации, поэтому мы мыслим это как функцию из D в 0.1. То есть те, кто поют, мы говорим, что они истинные, а те, кто нет, то есть ложные. То есть тип вот этого SING будет вот такой. Ну и для некоторого абстрагирования мы не хотим прямо вот эту нолико-единишку, вот эти скобочки в нашем языке иметь, поэтому мы заменяем это на некоторое абстрактное множество истинностных значений. Ну, например, оно может быть даже каким-то там трехзначным, может быть, какой-то вот объект, который, ну, не поет. Ну, вот, допустим, есть такая птица-соловей, вот про нее очевидно, что что она делает-то поет. А вот есть очень близкая родственная птица-воракушка, она как-то кричит. Ну, вот некоторые считают, что это песня, а некоторые считают, что это просто в языке какие-то. Ну, вот тогда мы пишем что-нибудь такое. t – это некоторый тоже абстрактный тип истинностных значений. Соответственно, если у нас есть повествовательное предложение, то его семантика должна быть каким-то объектом в типе t. Верно, неверно, ну, или там вот что-то среднее. А, соответственно, джон будет в d, а вот эта синька, оно будет в d стрелка t. Вот. Значит, семантика, которую мы хотим приписать нашему предложению в целом, ну, вот она вот такая. Надо взять этого джона и применить к нему вот эту функцию, получить, так сказать. Как это будет работать синтаксически? Ну, на семантическом уровне у нас, значит, есть объект типа d и функция, значит, мы можем отсюда получить объект типа t, ну, естественным путем, просто применив функцию к объекту. Другого способа у нас нет, вот она и композициональность вся. Мы не можем применить джон к синксу пока штаба. Через неделю сможем. А вот это синтаксис. Значит, мы присваиваем каждому из этих слов синтаксическую категорию. Синтаксическая категория какая? Ну, в конце уже получится предложение, то есть синтаксическая категория у него s, sentence. Значит, джон, это, ну, здесь что-то простенькое написано, наверное, это будет тоже какая-то простая, примитивная синтаксическая категория, мы обозначим np. Это, значит, именная группа, noun phrase. А вот здесь, поскольку мы хотим что-то более хитрое, функцию, то здесь мы вот такое деление написали. Что это значит? Это такое слово, которое, если к нему слева приписать именную группу, то оно станет предложением. Вот такое вот деление, значит, вот здесь работает. И вот есть такие естественные правила сокращения, что если у меня есть a, а дальше вот дробь, я буду говорить здесь a под b, а здесь b над a. Для краткости это, ну, а это b, деленное на a слева, и b, деленное на a справа. Значит, оно не коммутативно, ну, потому что, по крайней мере, английский язык, там нельзя произвольно переставлять слова. В русском, на самом деле, тоже. Можно, можно, не всегда. Значит, вот два правила сокращения. Соответственно, вот на этом и основана так называемая базовая категориальная грамматика. То есть мы каждому слову споставляем синтаксическую категорию, синтаксический тип, и записываем их в строчку, и, применяя вот эти правила сокращения, мы, значит, хотим дойти до s. Ну, это если мы хотим, чтобы наша фраза была предложением. Если хотим, чтобы это была какая-то сложная именная группа, ну, тогда вот здесь должно np появиться. Ну, и могут быть другие категории. Их там счетное множество по умолчанию, как переменных или констант в любой логической системе. И всего лишь два вот таких вот правила преобразования. Это называется базовая категориальная грамматика. Ну, а дальше у нас, если np, то мы ему семантически говорим, что это что-то типа d. А если np под s, то вот здесь стрелочка возникает, и она уже коммутативна. То есть здесь неважно, с этой стороны или с другой. И мы, значит, соответственно, правила сокращения, мы сейчас увидим, как это делается, будем вычислять и семантику тоже. Значит, идеи базовой категориальной грамматики в таком виде, как она написана здесь, восходят к работам двух людей. Это Казимир Айдукевич, это довоенные работы 30-х годов, это конца 20-х годов, и Гошуа Бархилел. Бархилел – математик, специалист по теории множеств. Значит, тоже занимался категориальными грамматиками, опубликовал статью в журнале Language немного раньше, чем в Омске опубликовал свою статью «Три модели для описания языка». То есть вот такие подходы, они на самом деле немножко старше, чем Иерархия Хомска. Ламбика пока здесь нет. Это базовые категориальные грамматики. Чем отличаются грамматики ламбика, мы увидим позже. А у Филипса тоже в флэш? Нет, у него аннотация была вот такая, конечно. Ну, поэтому мы вот их обоих здесь упоминаем. Значит, там были некоторые, конечно, отличия. Но работа Айдукевича, «Диизнтакши сэконэкзитэт», написана по-немецком, потом была переведена на польский, опубликована в сборнике трудов Айдукевича после войны уже. Если у него английский или русский, перевод, кстати говоря, не знаю. Я вообще никакого польского никого не видел. То есть вот эту оригинальную работу, которая была опубликована в студии «Философика», по-моему, так журнал назывался, я ее найти не смог в доступе. А вот польский перевод есть в его большой вот этой вот книге, называется «Янзыкопознание». Там все вот его эти работы по языку, по вопросам теории познания, они вот там собраны, и там она есть в польском переводе. Кстати, интересно, что они перевели не только текст, но и лингвистические примеры тоже. Оригинальные, по всей видимости, были на немецком, а вот в переводе они на польском. Значит, ну вот немножко более формально, значит, у нас есть, ну как категории синтаксические строятся с помощью двух делений из каких-то примитивных категорий. Вот есть такие два правила сокращения. Видим в большой строчке А и А под Б сразу заменяем на Б, и наоборот, если Б над А и А тоже заменяем на Б. Семантически, ну здесь немножко скрыта вот эта тонкость, что мы как бы заменили синтаксические типы на семантические, ну и там просто вот такое получается. Значит, эти правила, на самом деле, просто modus ponus нам всем известны. Потому что если… Что такое modus ponus классический? Что если я могу доказать А и доказать, что из А следует Б, то доказал Б. А здесь, если я построил объект типа А, это семантическое представление вот нашего объекта типа А, и функцию из А в Б, а если вот дробь, то там функция за ней стоит, функциональный объект, объект функционального типа, то я могу построить объект типа Б. При этом это происходит на семантическом уровне, поэтому в какой стороне деление нам не важно. Деление важно для синтаксической правильности. То есть, если я пишу вместо JohnSings, напишу Sings John, то у меня просто вот эта вот секвенция просто не выведется. И синтаксически это некорректно. Ну а семантику-то я мог этому приписать. Как бы на окне семантики это нам не важно. Ну и вот это написано, какие объекты я конкретно использую. То есть, я беру объект У типа А, функцию Ф, тоже некоторое сложное может быть выражение из А в Б, и вот Ф от У пишу. Значит, это таким образом, каждый раз, когда я применяю правила сокращения, я параллельно могу вычислять соответствующее функциональное выражение, которое будет моей формальной семантикой. В соответствии с этим правилом. И больше никаких правил у меня нет. То есть, на самом деле, у меня есть просто, ну, если представить себе, что выражение, выражение, соответствующее семантике конкретных слов, это, допустим, константы, то просто дальше будет такое функциональное выражение. Функция применяется к какому-то объекту, и вот из них строится выражение, обозначающее смысл. Здесь никакой лямбады, никаких функциональных абстракций нет. И в исчислении синтаксических типов нам важен порядок, а в семантике он пропадает. И есть еще такое забавное правило сечения. Оно не является формальным правилом, но оно допустимо здесь. То есть, если я смог из π получить А, а из А в каком-то контексте, если я 1,2 получить B, то я могу вместо А здесь поставить π и тоже получу B. Здесь допустимость правила сечения практически очевидна. Почему? Потому что, что такое π стрелка А? Это значит, что я из π получаю А посредством некоторого количества правил вот этих преобразований. И аналогично вот тут. Значит, как я могу получить из вот этого? Ну, сначала из π получу А. Если я смог эти сокращения провести независимо, то в контексте они тоже у меня получатся. А потом я прихожу вот к такому и получаю π1А, π2, стрелка B. А π это последовательность, да. А если одна, то у нас нет никакого способа сокращать. Пока что у нас же нету вот внутри формул никакого этого. Оба очень простое исчисление. В нем есть только modus ponens, но в нем, грубо говоря, нет никаких аксиом, никаких комбинаторов. То есть, как вот здесь классическая логика, но в ней нет ничего, только modus ponens. Ну вот оно здесь и фактически есть. Еще он не комбутативный, к тому же. То есть, как понимать правила сечения? Что если мы установили, что какая-то сложная синтаксическая конструкция имеет тип А, то мы можем ее использовать везде, где можно использовать тип А. То есть, мы говорим, например, там, John sings, а дальше мы говорим, a beautiful bird sings. Значит, a beautiful bird, я каким-то образом это средуцировал к этому самому, к объекту типа NP, ну и дальше этот NP поехал туда. Значит, ну, несколько аргументов. Если у нас есть переходный глагол, ну, понятно, что надо поделить с одной стороны и с другой. Пока что нам, к сожалению, важны скобки, потому что у нас нету средств доказать, что вот так поставить скобки, и по-другому это одно и то же. В каком-то смысле, опять же, одно и то же. Ну, вот скобки обычно ставятся так. Почему? Потому что как это преобразуется? Вот это вот loves mary, значит, здесь NP под S над NP, и тут NP. Вот сократить мы первым должны сократить правое. Левое пока мы сокращать не можем, потому что оно в скобках. Вот эта формула имеет вид B над A, а не A под B. И, соответственно, вся вот эта группа в целом будет сокращаться к NP под S. То есть любит Марио, это такое же, как поет. Вот это в целом, самую любит, это переходный глагол, а любит Марио как группа, это группа типа непереходного глагола. Частичное применение. Да. Значит, сейчас как раз я про это скажу. Это называется частичное применение функции или корирование. Хочется, чтобы любить, это был такой двуместный предикат, который можно подставить того, кто любит того, кого любит, и получить отсюда истинностное значение. Но я бы сжал так love 2, так сказать, бинарный. Но для этого нам пришлось бы поддерживать какую-то идею, что есть функции многих аргументов, а пока что у нас была просто одна только стрелочка и функции все были одного аргумента. И это можно обойти, и, собственно, здесь это уже обойдено тем, что мы говорим, что это одноместный предикат, но он типа, так сказать, D стрелка D стрелка T. То есть это функция, которая берет свой первый аргумент. В данном случае это кого любит, это Мари. Значит, мы применяем и получаем на выходе еще один предикат, который уже на входе получит второго аргумента и выдаст результат. Ну, вот, собственно, его тип вот такой. Скобочки здесь поставлены, обычно скобки могут опускаться, тогда, значит, стрелка ассоциируется вправо. А другое, это было бы совсем другое, что D стрелка D и все это стрелка T. Это бы означало, что это какой-то такой, принимает на вход функцию, которая преобразует объект и что-то с ней делает. Но это, ясно, не то. То есть мы могли бы сказать, что любит Мари в этом аргументе. Да. Это два варианта фраза, и она добавляет русский вид, как-то непереходный фраз или переходный. Да, ну, это, она бывает и еще каких-то видов, потому что у него, у него может быть еще какие-то зависимые слова, там еще что-то. Ну, вот это одни из двух, да, можно так сказать. Соответственно, вот здесь написано на синтаксическом. На синтаксическом там будет NP под S, то есть VP, но это не переменная, это такой сложный тип. А на семантическом, вот оно, Love, Mary имеет вид типа DST, LKT, так же, как Sings, как простой непереходный глагол. Значит, вот это карирование, здесь вот это слово, оно такое, как бы, ну, вообще, оно происходит от фамилии вот Хаскеля Кари, который интересен тем, что у него и фамилия, и имя было использовано для обозначения разных сущностей языка Хаскеля, в честь него назван. Ну, и слово карирование, слово карри еще означает индийскую специю, карирование, значит, использование этой специи, но вообще здесь много всего. Вот Хаскель Кари тоже здесь у нас показан. Ну, вот здесь, как бы, как это выглядит. То есть, Love 2, это был бы такой, как бы, граф отношений, вот, например, Петя и Маша друг друга любят, там Катя любит Петю, там Ваня любит Машу, вот, а тут показано, как вот Love, Mary, то есть, вот это те двое, которые любят Машу. Оно, конечно, может быть несимметричным, тут никаких ограничений нет. Дальше мы немножечко посмотрим, как какие другие вещи делаются, ну, определенный артикль. Для него мы заводим еще один синтаксический базовый тип, это тип N, это имя. В русском языке, вот тут таких вещей нет. В славянском, в болгарском, такое может появляться. Мы не различаем этого. Здесь это важно, потому что, что как интерпретируется имя? Вот, да как-то, значит, неопределенное, да, то есть, несобственное, отрицательное. Бук. Значит, уже нельзя сказать, что бук должно состояться в какой-то конкретной книге, даже как Иван, потому что их явно, что в нашем контексте книг может быть много, поэтому оно будет получать вот такой тип предиката. Книга-то или не книга? Вот если ты Иван, то ты вряд ли книга, да, вот если ты, не знаю, допустим, язык опознания, то, скорее всего, ты книга. Вот, значит, а np.n это, называется, такая вот функция. Видите, здесь скобки поставлены по-другому, что я должен взять, значит, такой предикат и найти единственный объект, который ему удовлетворяет. Тут уже оно будет не всюду определенным, выглядит оно примерно так, что если есть этот предикат, который удовлетворяет единственный объект, тогда он его должен выбрать, а если нет, то не повезло. Вот, но все то же самое с ebook получает тип np. Вот с ebook так весело не получится. И мы уже видим здесь некоторые проблемки, которые я оставлю для размышлений на неделю. Я даже не написал это на слайде, но скажу. А если e? Ну, синтаксически вроде все хорошо, да? Тоже можно сказать, что np.n от n, дальше n, и получили np. А семантически это полная ерунда, потому что как мы можем сказать, что у нас есть какое-то у слова ebook, какая-то семантика в смысле объекта конкретного нашей предметной области. Мы же как бы скорее хотим, чтобы у нас было много этих книг, чтобы она не совпала с z, ну и какую мы из них выберем. На самом деле это означает, что и синтакси здесь придется в тактическом запросе поменять. Мы в следующий раз посмотрим. Вот прилагательное. Тут тоже интересно. Значит, книга – это тип n, а это n над n. То есть это модификатор понятия книги. В данном случае эта штука, ну, вот он синтаксически, я понимаю, вот такой, то есть это оператор на предикатах, один предикат должен перевести в другой. В данном случае он просто из вот этого класса книг выбирает какой-то подкласс интересных книг. Значит, вот так он один предикат преобразует в другой. Здесь можно было бы подумать, что так он состоит, чтобы все прилагательные так и действуют. В том смысле, что они его всегда берут и как-то специфицируют, уточняют наш предикат. Ну, вот понять, что это не так, нам помогут такие забавные зверьки. Наверное, все их узнали. Это морские свинки, которые не морские, не свинки. Значит, по-английски гений пиг. Мне этот пример нравится тем, что в нем и русская, и английская ведут себя абсолютно одинаково. Ситуация такая. Морская свинка, это значит, пиг, это свинка или свинья. Это некий предикат. То есть, есть какие-то там свиньи, условно говоря. А морские свинки это совершенно другие животные. То есть, на самом деле, здесь ситуация вот такая. Что вот этот оператор на предикатах, он просто заменяет наше слово быть свиньей на свойство быть там чем-то совсем другим. Этот пример я нашел, он редко применяется. Обычно пример другой, когда слово, используется слово ненастоящий. Пейк. Что типа вот ненастоящая купюра это типа не деньга. А ну, а тут мне нравится больше, потому что всякие животные проявляются. Это интересно. Вот. Ну, можно эти прилагательные друг на друга вот так наслаивать. Тоже будет выводиться. здесь все будет хорошо. Наречие. Наречие это еще в более высоком уровне есть модификатор на модификаторе. То есть, если интересно, это n над n, книга это n, ну, а это будет вот такой. С синтаксисом тут вообще все занятно. Он вот, семантика, точнее, она вот такая. То есть, вот это верен, она действует на определенный тип предикатов, там, не на всякий. На слово Virginia Pig это что-то не очень осмысленное, но вот. И порядок применения здесь вот такой. Соответственно, здесь очень интересно, если говорить, как будет оно сокращаться. Если я попробую сократить здесь интересная книга, то я упрусь. У меня ничего не получится. Здесь будет n, а здесь вот такая штука, она не сократится. Поэтому сначала надо сократить очень-очень с интересной, получить такую большую прилагательную, группу прилагательную как бы очень интересную. и потом сократить с книгой. Ну и вот здесь вот все эти примеры с кучей разных других вещей появляются. Ну вот это мы уже видели. Charmingly, Mary Smiles Charmingly. Это тоже на речи, но на речи, которая применяется к непереходному глаголу. Здесь, соответственно, оно вот такое, и поскольку после него ставятся они перед, то деление в другую сторону. The city never sleeps. Тоже оно как Charmingly, только оно вот так. А действительно оно в НП переходит город, там в шемейство, конечно, Нью-Йорк. И, наконец, John saw bill yesterday. Значит, здесь у нас вот это saw bill работает как непереходная, группа непереходного глагола VP. А значит, yesterday это ее модификатор так же, как Charmingly. То есть, что произошло вчера? Тут есть два варианта. Некоторые делают так, некоторые говорят, что это просто S под S. когда просто говорят, что вот некоторые события произошло типа вчера. Тут есть варианты, они на самом деле там не сильно отличаются. То есть, можно так, можно так, это не так важно. И вот еще такой более сложный пример, который тоже базовая категоральная грамматика прекрасно обрабатывает, это вот это gave. Значит, у gave, у него три аргумента. Кто, кому и что. Значит, кто и что понятно, это как в этом, как в обычном непереходном глаголе, а вот что, это такая PP prepositional phrase, значит, которая должна начинаться с вот этого предлога to, N это должно быть NP, а соответственно to переводит NP в PP. Пока мы здесь вот все это выписали, синдексис ясен, а вот с семантикой будут интересные вещи. Например, что будет происходить со служебными словами? Ну, Z мы его какую-то константу присвоили. А что мы будем делать, например, с этим to? На самом деле это такой синтаксический актор, который семантически должен быть в каком-то смысле нейтрален. Потому что мы хотим просто, чтобы вот этому глаголу give передали ну вот смысл вот этого кому NP, кому дали. То есть вот здесь должно стоять значит, это самое какая-то тождественная функция фактически. D стрелка D. Мы ее потом запишем в лямбда-исчислении. Пока что у нас нет средств. То есть сказать, что это просто некоторая константа to и где-то внешним образом хранить информацию о том, что это константа to, вот она так работает. Это уже не очень хорошо. Хочется, чтобы это было выражено в нашем языке. Ну и это мы увидим в следующий раз. Более сложные конструкции, союзы. Вот бы the girl who likes Pete hates John. Или там. Здесь мы смотрите, как получили. Значит, вот здесь у нас the girl who likes Pete хочется, чтобы это имело тип NP. И вот это who принимает на вход справа переходную, непереходную глагольную группу. И получает такой правый модификатор для girl. Такое, как бы, как причастную оборотку, прилагательную группу на нее. после чего вот это все girl who likes Pete превращается в and. И вот только после этого к ней можно применить the, потому что просто the girl скорее всего в нашем контексте неосмысленно. Девушек у нас много. А вот одна из них, которая who likes Pete в нашем контексте, к ней применяем the, а потом пошло уже, как мы уже знаем. Likes, hates для наших целей одинаково. and это сочинительный союз. Тут совсем все просто. John loves Mary and Pete loves Kate. Здесь посерединке стоит просто сочинительный союз, который из двух предложений делает одно. Пока опять же тут более сложная семантика, пока мы не понимаем, как она устроена. В частности, какую семантику должен иметь who, какую семантику должен иметь and, это мы потом поговорим об этом позже. Но синтаксис, по крайней мере, мы понимаем. Ну и наконец вот это вот. Pete loves, Mary loves Pete and hates John. Тут другое and появляется. Он уже на не на предложениях, а на значит вот этих вот непереходных глагольных группах. К сожалению, здесь приходится вот для разных как бы случаев в этой некой формально говоря монемии возникает. Что вот это and, это вроде и то и то конъюнкция, но оно вот разный тип будет иметь и соответственно разные, формально разную семантику. А если допустим написать там Mary and Pete, тогда делаешь что-то, тогда это вообще будет даже не совсем конъюнкция, это будет как бы он полиморфный, да. Но у нас возникают малоприятные вещи уже сейчас. Мы кое-что во что упираем. Смотрите, вот тут другое. The girl whom John likes hates John. Такая драматическая ситуация. Здесь у нас вот что надо поставить сюда, чтобы получилось S. Ну хочется поставить вот такое. Так, время, пожалуйста, следить. как у меня вообще следило. Прошло то есть немного за всем. Ну, мы укладываемся тогда, я думаю, что я все хотел расскажу. Значит, казалось бы, мы хотим вот это. Ну почему? Ну потому что нам кажется, что что такое John likes? Вот это зависимое предложение, предаточное предложение по-русски говорится, да? Это тоже, значит, ну вот там у нас было вот на предыдущем слайде, было, значит, вот такое, да? Like speed. Это предложение, которому слева не хватало именной группы. И оно имело вот такую категорию. Значит, а тут, ну, казалось бы, примерно то же самое, но только ему справа не хватает. Он должен иметь как бы вот такой тип, да? и тогда мы бы его прекрасно съели с помощью нашего союза whom и получили бы то же самое, что у нас было раньше. В чем проблема? Проблема в том, что это не выводится. У нас невозможно из np и вот такого вывести s над np, потому что вот это вот, это не то же самое, что с другой расстановкой скоб. То есть у нас в нашей базовой категориальной грамматике мы понимаем, что там, что такое там, john loves mary, да? Вот loves mary это vp, это np, вот s, это мы знаем. А что такое john likes? Это не правильная такая как бы группа, да? Это же не глагол и не имя, это вот что-то такое, которому нужно, вот уже у него вроде уже подлежащее есть, а еще нету зависимого слова дополнения. И это мы не умеем. Если бы у нас была такая эквиваленция, ну как, мы могли бы ее применять тоже наравне с правилами вывода, какая-то ассоциативность своеобразная для делений, все бы прокатило, но так нет. Нужно вот это. Ну и так же, я уже это говорил, мы оставляем пока в стороне вопроса семантики для всех этих союзов, это вопрос сложный, но даже хотя бы синтаксис. Нужно вот такое. Еще один пример. Он на итальянском языке. Значит, здесь написано следующее. Первое предложение, здесь все хорошо. Тут никаких проблем не будет. Гуарда, пассаре, ильтрено. Значит, гуарда, это, ну так, оно тут опущено, как разрешается в итальянском языке, опущено, опущено подлежащее, которое выражается этим самым местоимением неопределенным, он или она. Может быть, если я, там будет какая-то другая форма этого глагола. Дальше, значит, как, здесь написано, он или она наблюдает, как проходит поезд, это выражается инфинитивной группой. Спассаре, это инфинитив от глагола проходить, то есть я наблюдаю проходить поезд, ну вот так можно сказать. Иль, это определенный артикль, трено, это поезд, значит, и вот здесь инф, это обозначение для инфинитивной группы. То есть, эта штука гуарда, она берет на вход инфинитив, по идее, слева должно было бы взять НП, но это можно опустить. Вот, и здесь, значит, пассаре, это инфинитивная группа, которой не хватает, собственно, кто проходит, а здесь НП, ну, который выражается как НП над Н и Н. И это все С, ну, все нормально, все хорошо сходится, и семантику можно тоже написать. Теперь давайте из этого сделаем вопросительное предложение. Можно было бы сделать и предаточное предложение, но это было бы просто более сложно, и наше знание итальянского, которое мы сейчас приобретаем, хватило для этого. Кос и гуарда пассаре. Что он или она наблюдает проходящим, так скажем. По-итальянски так можно сказать. Ответ на этот вопрос будет Эльтерену. Значит, здесь у нас есть новый тип Ку. Это как С, только это вопросительное предложение. И его семантика должна быть какой-то там предикат типа, а не это самое, не просто истинностное значение. Значит, на вход он приобретает С над НП. То есть, предложение, в котором мы выкинули как раз то, что мы не знаем, и вот это и будет наша гуарда пассаре. А гуарда пассаре будет С над инф и инф над НП. И мы хотим, чтобы все это склеилось в КУ. Но, к сожалению, опять же, наших правил для этого не хватит, потому что нам нужно, чтобы вот это все сократилось до С над НП, а таких правил у нас нет, потому что сечение допустимо. Если мы могли бы что-то доказать по сечению, может быть, сечение доказать. К сожалению, здесь появляется этот модус силогизма, но он как бы внутренний. Это для деления, а не для стрелки. Появляется, то есть мы хотим вот это вывести С над инф и инф над НП. А мы не знаем, как это делать. Что здесь должно происходить семантически? Должна быть композиция этих двух функций. То есть у нас здесь значит будет одна функция, которая из инф может делать НП, а другая из НП делает инф, а другая из инф делает S. И вот эти функции мы должны уметь композировать, но не как применение функции к объекту, а как композицию функций. И опять же, у вас всего два правила, наш модус понус такого не умеет доказывать такой принцип. То есть вот нам нужно вот такое, а у нас его нет. И тут дальше есть два пути. Как бы такой, как мы увидим лампиковский, а-ля генстоновский, структурный. И как бы гильбертовский путь. Какой гильбертовский путь? Ну мы видим, что нам не хватило пока что двух принципов. Вот такого и на предыдущем слайде вот этого. Окей. Давайте просто добавим. Какую-то ассоциативность или перестановку аргументов слева-справа. Транзитивность соответствующей семантической композиции функций. Вот есть такие странные вещи, как поднятие типа. Тоже где-то там иногда бывает нужно. Значит, тоже добавим. И еще кучу всего. И этот путь приводит нас к комбинаторным категориальным грамматикам. То есть фактически у нас исчисление будет выглядеть как такое, как бы, исчисление гильбертовского типа. То есть условно говоря, у нас есть какие-то аксиомы вот такого вида. Правила типа модус понус и поехали вперед. И комбинаторные категориальные грамматики это тот формализм, похожий на Ламбека, но другой, который развивал Марк Стидман. Но мы этого делать не будем. Почему? Потому что мы никогда не знаем, а вот сегодня мы как раз увидим, почему ламбековские правила такие хорошие, где нам, сколько этих комбинаторов нам нужно добавить. И вообще, почему эти комбинаторы мы добавляем, а те нет? Почему мы прям не хотим добавить комбинатора, который там А под Б заменяет на Б над А какой-нибудь? Или, например, в этом поднятии типа вот в эту сторону или в транзитивность. В эту сторону есть, в обратную сторону нет, там здесь тоже, почему-то в одну сторону. Нужно как-то уметь это объяснять. И в комбинаторном подходе комбинаторы добавляются отхок из соображений лингвистической необходимости. То есть, если у нас вот есть, допустим, необходимость, чтобы у вас была транзитивность, а-ля там силогизм, ну, вроде нормальный принцип какой-то такой, правильный, нашу логику мы его добавили. А есть какие-то принципы, например, как сокращение. Если я умею там А под Б, то я хочу там А под А под Б. Нравится нам такой принцип? Сейчас как-то не особо, мы его не добавляем. Вот. А ламбиковский подход будет более, как бы, идейно обоснован. Мы увидим сейчас, почему. Построить такое исчисление, в котором будут доказуемы все в некотором смысле правильные, необходимые нам принципы. Одно исчисление. Значит, главное правило, которое тут появится, их два, потому что деление 20, все будет симметрично. Значит, это вот эти правила вывода из гипотез. Смотрите. Пока что у нас вот эта стрелка означала, значит, просто, ну, последовательность применения нашего правила, наших правил сокращения. Здесь возникает хитрая вещь. Если я каким-то образом из Пи, и в конце стоит буковка А, вывел Б, то после этого я могу все переиграть и из Пи, вот без этого А, вывести Б над А. Принцип разумный, что он означает? Что если я хочу получить вот справа деление, то как я могу это сделать? Я могу сказать, окей, если я Пи с добавленным к нему А, я могу получить Б, ну, значит, Пи это нечто, что после добавления к нему А дает Б. Ну, Пи это частный случай Б над А. Ну, аналогично слева. Вот такая вот, такие довольно простые правила позволяют нам очень сильно расширить возможность нашего исчисления. Но теперь нам нужно сделать более сложный язык, более сложную конструкцию нашего языка. Появляется, вот, например, как мы будем теперь выводить? Хочу, например, вывести вот такое. Это вот как раз Джон Лайкс. Он должен иметь вот этот Джон, это Лайкс, а этот вот тип С на ДНП. Как я это доказываю? Ну, перекидываю, и все, а это мы уже знаем, как выводить, уже по нашим обычным правилам. Но теперь у нас немножко все сложнее, потому что, значит, мы не просто говорим о сокращении, мы говорим о выводимости объектов, не формул, не типов, а прям вот утверждений о редуцируемости, как бы, да, о сокращаемости. Они называются секвенцией, и мы имеем в виду такой вид. Здесь слева последовательность типов, справа тип, типа построенная, или формула, из примитивных, с помощью операции деления, и мы будем доказывать эти секвенции в нашем исчислении. Ну, и два вот этих новых правила я выписал, а вот старые правила. Значит, аксиома, что просто каждый выводится из себя, как из одноэлементной последовательности, это понятно. Значит, а вот эти правила, это на самом деле замаскированные наши правила сокращения. Они выглядят немножко страшно, но давайте представим, что здесь написано не пи, а просто а. Тогда, если я смог из б вывести с, ну, из контекста гамма-б-дельта, то тогда б над а и а тоже могу вывести с. Б над а и а сокращается в б. Но тут еще он склеен с правилом сечения, чтобы устранимость сечения проходила. То есть, здесь пи, это частный случай, а, значит, здесь вместо пи я могу написать а, а здесь б над а, и вот я из б уже умею, значит, могу сократить. Это на самом деле, вот эти правила выглядят страшно, но это наши старые добрые сокращения. В частности, если вот эти два правила, где направо вводится деление, не убрать, то получится наш старый формализм базовой категории на граммате, как он есть. И вот это обозначение, ну, это просто, значит, задание. Правила сечения выглядят вот так, это тоже самое правило сечения, которое было у нас раньше, что это переобозначение. Там у меня фи-1, фи-2, гамма-дельт написано. И оно устранимо. То есть, если мы что-то смогли вывести с использованием правила сечения, можно вывести и без него. Но в этой ситуации это уже совершенно не очевидно, потому что в сечении могли участвовать эти вот вещи. То есть, я мог вывести дробь, потом ее подсечь и что-то сделать. И это, потеряемое устранение сечения, доказано в работе Ламбика 1058 года, где все это было введено, доказано неким стандартным методом индукции по сложности вывода, ну, так, как учил, значит, товарищ Генсон там и так далее. Но здесь намного проще, потому что здесь нет этих структурных правил никаких. То есть, на самом деле, это исчисление, для тех, кто знает секвенциальное исчисление, что это написано? Ну, это на самом деле, взяли, значит, секвенциальное исчисление для интуиционистской логики, высказывали, просто выкинули все структурные правила. Две импликации, левое, правое. Структурные правила, включая перестановку. Это такая базовая субструктурная логика. Но Ламбик ее вводил независимо, имея в виду не интуиционизм, а имея в виду то, что вот эти вот лингвистический вывод похож на логический, но без структурных правил. Нет правила ослабления. Что было бы значило правило ослабления? Что если я смог вывести из гаммы какую-то формулу, то значит, я могу к гамме что-то добавить, в середину что-нибудь запихнуть. То есть, это значит, что правило ослабления означало бы, что в мои предложения я могу добавлять произвольные, бессмысленные слова или фразы, что, конечно, не так. Вот фортрет Архима Ламбика. К сожалению, недавно, ну, Анастасийский недавно скончался, прожил большую долгую жизнь. Интересно, вот придумал исчление Ламбика, в частности. Так вообще алгебраист, категорщик. Вот пример вывода. Выводы здесь, конечно, страшные, но хотя бы один надо привести. Значит, давайте посмотрим, что это может значить. The girl whom John loves hates John. Вот такая секвенция. Значит, мы ее разбили на две части. Соответственно, здесь у нас мы говорим, что вот это как раз то, что вот если я возьму NP и вот этот переходный глагол John loves, то это будет иметь тип S над NP. Если я добавлю к нему Mary, то получится S. А справа все остальное у меня осталось, что вот вместо вот этой группы я просто это input N здесь оставил, ну и говорю, что the girl дальше whom John loves, модификатор для girl hates John. Ну и дальше здесь вот я провожу тот самый вывод, который я уже делал, я перекидываю с помощью моего правого правила NP направо и довершаю все как надо. А здесь я говорю, что ну тут уже вывод совершенно в базовой категориальной грамматике. N сократится, NP сократится, вот это N сюда сократится, потом еще раз и потом это все пойдет ну как NP, NP подается над NP, NP. Ну вот собственно этот вывод. С законом транзитивности, ну то же самое примерно. Если я могу перекидывать, то вот я говорю, что я хочу из A над B B на C получить A над C. Раньше это делать не мог, потому что не было такого правила сокращения, теперь я беру вот этот C переношу сюда и два раза его сокращаю. Все получается. Вот, значит так работают грамматики Ламбика на синтаксическом уровне. С семантикой это в следующий раз. Значит теперь пустое слово. Есть тонкость, которая была отмечена в исходной работе Ламбика. К сожалению, есть некоторая не очень приятная вещь. Вот смотрите, я беру это аксиома N значит N. И я теперь могу написать вот такое, применить наше правило и написать N над N. Если это правило на самом деле, которое мы здесь видим, вот это вот, это на самом деле как вариант теремодедукции, правильно? То есть если я из A могу вывести B, то из того, что там осталось, у меня справа, слева, могу вывести там A влечет B, например, B над A или A под B. В логике, казалось бы, логично, что если у меня есть одна гипотеза, я из нее вывел какое-то заключение, то я могу вывести импликацию. Пока что это на мне запрещено. И я могу получить пустое слово. Из пустоты, из ничего, я могу вывести N над N. Но что это будет означать лингвистически? Это будет означать, что пустое слово, пустая последовательность символом, имеет тип N над N, а N над N это прилагательное. То есть, казалось бы, получается, что у меня есть пустое прилагательное. Вот пустое слово, которое может цепляться как прилагательное. Казалось бы, никаких проблем. Но у меня было какое-то имя, и я к нему прицепил пустое прилагательное, смысл я тоже не поменял от этого, семантика не изменилась. Но, к сожалению, прилагательные могут цеплять на себя наречия. И вот это уже будет плохо. Например, у меня было very interesting book, и все нормально. Это book, в котором применяется группа very interesting. Very interesting это значит, группа прилагательного. У нее есть interesting and not N и very, который ее модифицирует. А теперь у меня есть very, которая тоже получается как это самое, как ну или там огненно-рыжий кот у меня был такой пример. Рыжий кот, огненно-рыжий кот и огненно-кот. Не огненный я, огненно-но. Почему такое получается? Ну потому что это вот пустота, которая вот тут между верой и бук появилась. Это прилагательное теперь у нас. Я могу применить нему на речи и посчитать, что это вот как правильно. Это плохо. И плохо потому что здесь можно пустое слово. Lambic это избегал, добавив условия Lambic non-emptiness restriction, условия непустоты по Lambicу, что вот в этих двух правилах просто запрещено, чтобы левая часть была пустой. И на самом деле это единственный случай, когда она может стать пустой. Если вот здесь запретить пустоту, то дальше нигде пустота не появится. Это в базовых категориальных грамматиках, поэтому такая проблема не возникала. Там мы что-то сокращали, 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 и вообще теории эти идут как бы параллельно. Но лингвистически вот это более мотивировано, а то, которое было раньше, это его вариант с пустыми, возможно, пустыми левыми частями, он намного проще для анализа логически, его можно расширять там разными способами и так далее. Поэтому люди и то, и то изучают и что-то пытаются с этим сделать. Свойства исчисления Lambic. Ну, выполняется правило подстановки правил эквивалентной замены, это хорошее логическое исчисление. То есть, если мы взяли какую-то вместо переменной, мы можем подставить сложную формулу, сложный тип. Это немножечко неестественно для лингвистов, потому что для них ведь тоже NP, это прям вот базовая какая-то вещь. Но для исчисления это неважно, стоит там у нас NP или какой-нибудь там S над NP. Если вы доказали транзитивность для примитивных типов, так же докажет для сложных. Если нам понадобится лингвистика зачем-то, ну, молодцы, если нет, ну, значит, просто неинтересно. Эквивалентная замена. Если вводится A стрелка B и B стрелка A, то можно А везде менять на B. Это хорошее свойство нашей логики. Из устранимости сечения следует алгоритмическая разрешимость. Просто обычным алгоритмом поиска вывода, потому что все правила, ну, например, вот здесь, кроме сечения обладают свойством аналитичности. Все, что находится сверху, оно же появляется и снизу. То есть, это означает, что на каждом этапе у нас есть только конечный перебор случаев, и, значит, мы можем полностью перебрать все возможные выводы. Ну, по сложности, значит, здесь NP-трудная задача, потому что, на самом деле, лечисление так устроено, что вывод имеет линейный размер по доказуемой секвенции. Просто каждая операция, которая была в нашем целевой секвенции, была введена ровно один раз каким-то правилам внутри вывода. Потому что ничего не ветвится, никаких там нету этих. Вот. Ну, а на самом деле, это NP-трудная задача, как сказал Материй Ренович Пенту в 2006, по-моему, году. Ну, хорошо это или плохо, но, как бы, некоторые люди, когда появилась работа Пентуса об NP-трудности и члене Ламбика, сразу сказали, что, ну, все, у вас есть задача алгоритмическая, что NP-трудная, никогда в жизни ее не будете решать нормально. Вот. Значит, иначе, что и члене неинтересно, это вызвало определенный всплеск интереса к комбинаторе категории алграмморс, которые полинемиальные. Значит, ну, тут было две вещи сделано. Во-первых, ситуацию спас сам Материй Ренович, Пентус, когда доказал в 1010 году терем о псевдополинемиальном алгоритме, на самом деле с некоторыми ограничениями, естественными условиями там получается полинемиальность. Ну, а во-вторых, ну, это, нет, это сложность вложенности ограниченной глубины. Там псевдополинемиальный в том смысле, что он полином от двух параметров, два в степени глубина вложенности делений и размер. То есть, как бы, что? Ну, да. Вот. Но второе и более, как бы, такое, естественное для прикладников здесь явление, что на самом деле, значит, алгоритм, который прямо вот NP, прямо вот brute force, который, он на самом деле работает довольно быстро. потому что наши параметры здесь, это не объем всего текста в целом, это длина конкретного предложения. А это не так уж много на самом деле, экспонента там нам не дает вот этого взрывного роста, и можно с помощью некоторых эвристик поиска вывода, ну, как это, отсекая властвую, да, какие-то попытки вывода, можно отсечь простенькими соображениями. Например, если какая-то переменная входит ровно один раз, такое не выведется, потому что в аксиома она должна войти слева и справа. Такое можно сразу выбросить. И подобного рода соображения, какие-то счетчики напеременные там вводят, позволяют довольно эффективно отбросить большую часть ветвей вывода, а остатки просто перебираются, и это работает. Так работают real-life парсеры на основе членения ламбика, они работают достаточно эффективно. Хотя теоретически, если наше предложение будет каким-то очень сложным, запутанным, содержать там 100 слов, например, бывает, там у Льва Толстого, то тогда такой парсер, он заведомо отработает, сработает нормально, будет работать очень долго. И свойства подформальности тоже в выводах обесечения есть. Вот. Теперь давайте мы перейдем к тому, что собственно делает исчисление ламбика таким интересным в каком-то смысле правильно. Мы видели, что с помощью исчисления ламбика мы смогли вывести некоторые законы, которые кажутся нам нужными и естественными. Транзитивность, ассоциативность с поделением и так далее. Но вопрос собственно чем мы отличаем естественные законы от неправильных. И это связано с семантикой исчисления ламбика на формальных языках. Ну поскольку все-таки математика, я хочу, чтобы в моем докладе была хотя бы одна теорема, в этот раз не моя правда, и она будет. Вот. И она будет прямо сейчас. Она довольно простая. Значит мы интерпретируем исчисление ламбика на формальных языках. А именно ну как мы неформально понимаем синдоксические типы. Ну это как бы множество слов, да? Вот сколько НП? Ну это множество всех именных групп. Что такое С? Множество всех правильно построенных предложений. То есть каждый из них это формальный язык над алфавитом сигма, где сигма это множество всех лексем, вот словоформ нашего языка. Значит мы берем только не пустые, потому что у нас есть условия не пустых левых частей. Были бы пустые, допускались бы, там все то же самое, только надо было вместо плюсской звездочкой написать, и значит это все слова. И если А и Б это формальные языки, то вот так определяются их деления. Видите, вот языки можно делить один на другой. Смотрите, что такое А под Б, например, последняя строчка. Это множество таких слов, в данном случае не пустых, все слова у нас не пустые, что если к ним слева приписать любое слово из А, то получится слово из Б. Это и соответствует нашему пониманию деления, правильно? Что такое НП под С? Кто такие непереходные глагольные группы? Это надо взять все такие в последовательности наших лексем, что если к ним слева приписать любую именную группу, то получится предложение. Вот это в точности тут и написано. Ну, а правое деление, соответственно, двойственно просто справа. Примитивные типы это переменные по формальным языкам. То есть в нашей интерпретации мы будем, мы не знаем, какой у нас язык, мы не знаем, какие у нас именные группы и предложения, и так далее, будем просто присваивать им произвольные языки. А значения сложных типов определяются однозначно значениями переменных с помощью наших операций деления. Умножения здесь нет, и за счет этого теорема будет легко доказываться. Секвенция общезначима, если при любых значениях уитых из цепочек, вот цепочек уитых из вот этих языков А1АН, их гонгодинация попадает в В. То есть стрелка интерпретируется как вложение, а включение языков, а запятая как умножение, как конкатенация. И есть теорема полноте. Секвенция общезначима тогда и только тогда, когда можно вывести вычисление Ламбека. То есть секвенция общезначима, она всегда истинна, истинна при любых языках, которые мы можем подставить в качестве переменных, и вот ее выводимы из вычисления Ламбека, и значит, что ты получаешь, в вычисления Ламбека выводятся в точности все законы, которые, вот, определения, которые должны быть верны для формальных языков. Ура! Эта теорема простая, потому что здесь нет умножения. Ее доказал в очередь Пушковский в 80-е годы. А теорема, которую, значит, сложная, доказал Пентус. Портрет Пентуса покажу в следующий раз. Значит, вот теорема полноте. В одну сторону корректность, что если что-то выводится, то это будет общезначимо. Это достигается простой проверкой. Значит, аксиома общезначима, язык содержится сам в себе, естественно. И все правила не портят общезначимость. Можно это явно проверить. Допустим, у нас есть правило, закон сокращения, что если А и А под Б, то как бы это сходится в Б. Почему он правильный? Ну, потому что А под Б так определялось, что если что-нибудь из А приклеишь, если получится, что-то из Б. И вот это наше правило про деление направо, где мы, сейчас его покажу, где мы вот, значит, вот это делали. Допустим, вот это. А, Пи стрелка Б, значит, Пи стрелка А под Б. Ну, мы говорим, что такое Пи? Вот если к нему приклеить что-нибудь слева и зад, вот что-то из Б. Ну, значит, Пи это такое, что роут А под Б. Условия непустоты здесь заданы тем, что у нас все не пустое. Если Пи была пустой, то мы бы не понимали, что значит вот это вот, язык, который там слева возникает. Просто слова у нас нет. А было бы, все было бы и с ним хорошо. А вот в обратную сторону мы строим специальную такую как бы каноническую модель. Здесь это сработает. Все будет классно. В качестве сигма мы просто возьмем множество всех синтаксических типов. То есть теперь наши слова это просто все возможные синтаксические типы. Это как бы естественно. А переменная П интерпретируется в множество таких цепочек, что вот выводится в П. То есть что такое, вот если у нас есть синтаксические типы, какой язык из синтаксических типов соответствует переменной П? Да вот тех самых, что в нашем исчислении можно вывести из вот этого вот большого слова П. Например, что будет попадать в тип НП? В тип С, извините. Будет сама С попадать, правильно? Как такое, это такие, С это такое как бы вот эталонное предложение. Просто там, как, есть какая-нибудь фраза вот в русском языке слово веркается, например. Вот это С. А мы просто букву С там написали. Или, например, НП, НП под С. Тоже такое, такое предложение, опять же, абстрактное, которым есть какой-то подлежащий, какой-то ВП, какой-то переходный глагол, или не переходный глагол, тоже пойдет в С. И все остальное тоже. Вот такой язык. Он бесконечный. Мы как бы говорим не на нормальном языке, а на языке вот абстрактных синтактических конструкций. И теперь, Лемма, что вот это вот определение можно распространить на любой сложный тип. Что вот язык, соответствующий типу Б, как раз и будет состоять из тех А1 и так далее, АН, что соответствующая секвенция выводима. Доказательство, да, теперь, если в эту Лемму мы в нее поверили, то дальше все очень просто. Если секвенция оказалась общезначимой, то она истинна вот в этой канонической специальной интерпретации, в частности, потому что она истинна, в общем, во всех. А значит, она выводима. Вот по определению. Вот. Ну, а Лемму мы, значит, не доказали, но ее можно доказать тоже, значит, ну, практически по определению, посмотрев на то, как работает. Ну, надо с вами проверить случай, что Б это, Б чего может быть? Это либо примитивный тип, переменная, либо это деление. Если Б это какое-то деление, там, А под Б, да, какой-то, ну, там, Е под Ф, ну, тогда, соответственно, мы просто смотрим, когда она будет секвенция выводима, ну, она в одну сторону, чтобы ее вывести, нам нужно перекинуть Е налево. В одну сторону это наше правило, которое соединяет теоремой дедукции, а в другую сторону, на самом деле, выводится, потому что правило сечения. Вот и все. Ну, это так коротко как бы. Вот. Ну, давайте мы вернемся. То есть, эта теорема, которая в теореме полноте возникла, она нам объясняет, почему именно это исчисление нужно было взять, что в нем выводятся в точности те общие законы о этом самом, значит, о наших вот этих типах и об этих наших делениях, которые как раз и истины при любых интерпретациях языковых. То есть, это такие правила. Правильное исчисление. Ну, вот сочинительный союз. Здесь у нас, вот мы видели уже эти примеры, он из двух предложений может сделать одно, из двух непереходно-глагольных групп может сделать одну, может даже объединять какие-то вот такие, вот мы уже умеем вот такое в S над NB переводить, да? Mary loves and N hates Pete. Вот это как бы не является в смысле такого лингвистического представления, непосредственной составляющей. В базовой категориальной грамматике это не сократится до S над NB. Но у нас за счет наших вот этих вот правил ламбиковских это можно сделать и такие две группы тоже можно склеить с помощью союза and, что вполне хорошо сработает. И в первом приближении вот эти and и or имеют вот такой вот тип, значит, который полиморфный, то есть какой-то тип а, и вот он может так собирать. Значит, и вот тут-то мы сейчас придем к тому, на чем я сегодня хотел бы закончить. Значит, почему это плохо будет работать? Смотрите, ну вот это Иван или Петр поет John or Pete Sings. Значит, казалось бы, нам можно написать вот так и синтаксически это просто отлично, потому что мы, у нас есть Sings, который хочет слева именную группу, мы эту именную группу ей предоставили. Это Иван или Петр. А как мы ее собрали? Ну, Иван это NP, Петр это тоже NP, а это вот такой, который из двух NP соберет одну. А тематически это очень плохо. То что здесь будет происходить? Давайте мы Иван или Петр. То есть, смотрите, интерпретация вот этого или в данной ситуации должна быть вот такая. Ну, я стильный такой обозначил с волнушкой, потому что это что-то, что не должно так, на самом деле, получаться. Которая, примененная к двум объектам нашего реального, так сказать, мира, нашей предметной области, даст нам новый предметной области. Но, на самом деле, никакого объекта Ивана или Петра нет. То есть, они два объекта, они разные. И на самом деле повод как бы сочленяющего их объекта не существует. И добавлять его в предметную область, это очень странно. То есть, это просто под синтаксис подгоняем нашу семантику, это не хочется. И более того, у нас есть настоящая правильная семантика. Значит, что надо-то что? Чтобы у нас было либо Иван поет, либо Иван поет, или Петр поет. То есть, нужно взять нормальную ор, настоящая дизюнкция логическая, которая действует, как действует настоящая дизюнкция? Это Т, стрелка, Т, стрелка, Т. На истинных значениях дизюнкции у нас есть. Например, если это нолики-единички или что-то там более сложное, тем не менее. И тогда мы говорим, что либо этот поет, или этот поет, или этот. А здесь написано, что поет вот этот вот странный объект Иван или Петр. Это не та тематика, которую мы хотим. Аналогичные проблемы начинаются с в английском языке. Это вот тот пример, который работает в английском и точно так же в русском. А аналогичные проблемы начинаются в ситуациях, когда у нас есть неопределенный артикль. Ну, это как бы такой квантер существования. И мы говорим, что значит этот квантер, он как бы должен выделять какой-то объект. И опять же у нас будет говорить допустим там «A man sings». Тогда значит это должен быть опять же какой-то объект предметной области, который соответствует вот этому неопределенному товарищу. Опять же в большинстве ситуации такого нет. И наверняка это та же проблема. Или каждый. Тоже их каждый человек в этой комнате поет. Значит опять же это вот нет такого какого-то вот общего единого какого-то человека, который здесь имеется в виду, а на самом деле нужно вытащить это каким-то образом наружу. И вот это мы будем делать в следующий раз с использованием поднятия типа. На синтаксическом уровне к сожалению придется вот эту красивую картинку немножко испортить и переделать, и чтобы семантически все было хорошо. Значит ну вот на этом я сегодня хотел бы закончить. Следующая лекция будет наверное немножко подлиннее просто моим личным причинам. Значит в следующий раз мы что у нас остается? Значит во-первых мы не поговорили о собственно говоря семантике для того что сейчас происходило. Я дам небольшое значит поскольку паралям к сожалению это не входит по-моему не знаю как на философских факультетах но на математических не входит хотя это такая важная часть логики вот новую редакцию кандидатского минимума для стекловки мы ее включили в двух видах типовой и но это касается одного пока человека который кроме его аудитории здесь не присутствует может присутствует в зуме вот значит но тем не менее это здесь нам будет нужно поэтому придется про это поговорить я бы хотел сейчас надо главное надо не бояться это простая вещь значит какая будет идея вот мы хотим вывести вот это вот такое из такого это применение просто нашего правила то есть в результате вот в этом типе мы хотим получить функцию из а в б а как мы можем получить функцию мы же знаем что у нас вот здесь если у нас есть а то мы можем получить б ну и еще пи там какой-то контекст есть и мы вместо этого а у нас же смотрите когда мы пытаемся это вывести у нас нет никакого слова в нашем финальном предложении соответствует этой формуле а потому что формула а взялась не из типов которые были присвоены словам а она взялась из так сказать формула справа которая должна была быть нашей целью поэтому здесь мы вводим переменную х вот мы хотим сказать там джон лавсмери а мы не знаем кто такой кто там стоял поэтому пишем х лавсмери и теперь мы понимаем как построить функцию если я могу из а и пи получить б то в типе б у меня появляется какое-то выражение у в котором есть переменная х а теперь я из него делаю функцию которая по данному х строит это значение например там было написано лав мэри х это просто выражение в котором есть переменная а теперь пишу лямбда х лав мэри х и это получается функция которая по х возвращает вот этот лав мэри х то есть если лав мэри х или лав Мэри Джон, это объект типа t, то это будет объект типа d-стрелка t, потому что у нее есть новый аргумент x. Вот эта вот вещь обозначается с помощью вот этого забавной буквки лямбда. Это принадлежит Хаскеру Карри обозначение. И, значит, с помощью лямбда мы можем встроить функцию, абстрагируя как бы выражение. То есть у нас есть выражение, содержащее переменную, а мы из него делаем функцию, выражение, задающее функцию с этой переменной как аргументом. Вот, собственно, и вся лямбда, и теперь мы можем с помощью этого строить более сложные вещи. Лямбды будут появляться в двух местах. Во-первых, вот каждое такое применение правила даст нам некую новую лямбду, а во-вторых, лямбды могут использоваться в изначальных семантических значениях некоторых сложных слов. Мы пока что видели, что каждое слово имеет простое значение. Просто констант. То есть, допустим, sing — это просто петь. John — это John там. Только they имело какой-то сложный смысл. А вот, допустим, такие слова, как whom, или что-нибудь такое, будут иметь сложную семантику, которая содержит лямбду. Ну и дальше в результате у вас будет получаться какое-то сложное лямбда-выражение, в котором будут участвовать лямбда, 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 но они будут такое возникают, что я взял и написал lambda x.u, а потом применил это к v. И это как бы superficial. Я должен посчитать и подставить v вместо x, а это будет соответствовать так называемой бета-редукции лямбда-тем. Вот, собственно, так и лямбда тут и появляются, а все это называется в соответствии у Карри Говарда, и об этом поговорим в следующий раз. А вторая вещь, о которой мы поговорим, это поднятие типов и решение проблемы с союзами, ну и с неопределенным артиклем. То есть, как нам изменить вот эту вот ситуацию, которая здесь у нас возникла, чтобы все было хорошо. И там тоже появится лямбда и вот эти вещи, и здесь будут более сложные типы написаны. Важно то, чтобы вот этот тип для или содержал в себе s, потому что нам нужно, чтобы его семантическо содержал в себе t, потому что на самом деле мы не умеем делать дизюнкцию ни на чем, кроме истинностных значений. И важно, чтобы это была функция из чего-то в t. Ну, спойлер будет функция из d стрелка t в t, и тогда все получится. И будет здесь все хорошо. Вот это будет в следующий раз. Ну и если останется время, мы еще поговорим немножко о расширении расчисления ламбика, зачем, может быть, полезно его увеличивать, ну и о каких-то там математических теоремах, связанных с ним. Вот. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Пошла. Переходим к вопросам. Пожалуйста. Есть ли вопросы для них? Вот. Тогда у меня будет вопрос. У меня вопрос в отношении с генеративной грамматикой. В генеративной грамматике по поверхностям синтекса есть еще всякие перемещения, вопросы и так далее. Есть ли категория ламбика, что-то такое? Есть. Вот в этой, прямо в таком формате, будет за счет поднятия типов. Это мы увидим, но в некоторых специальных ситуациях, но будет. Значит, в расширениях это прямо может появляться. То есть просто прямо есть операции, которые все гоняют туда-сюда, поднимают, переносят и так далее. Значит, что касается, сегодня я это не сказал, но можно было бы сказать, на самом деле, про теорему Пентуса. Значит, по выразительной силе, как бы, ну, формальной, так сказать, выразительной силе, эта штука эквивалентна к этих свободным языкам. В формальном смысле, просто какие языки, она дает как множество слов. И на самом деле лямбды тоже там переносятся семантиком интегию, там, ну, за некоторыми специальными исключениями, там она как бы один в один соответствует. Так что вот, как бы, в чистом ламбике все, что не контекстно-свободное, мы выразить не можем. А то, где это просто надстройка, но сохраняющая контекстно-свободность, там это работает. Есть еще какие-то вопросы? Спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. А вот по поводу расширения, забегая вперед, по поводу расширения ламбика, существует ли расширение с отрицанием, вообще как вот этот вопрос с отрицанием, и существует ли теоретическая категория, какая-то семантика? То, что если ламбикам расширения, ламбикам используются, осуществляется ли теоретическая категория? Значит, это категорное, ответ есть. И более того, есть современные работы, которые, правда, очень сложно читать, в оба Кёке, мирно-шесоторых товарищей, которые, значит, это интерпретируют не просто в какие-то абстрактные категории, а в категории векторных пространств. И соединяют это с так называемой дистрибутивной семантикой. И, значит, вот такими всякими интересными штуками машинного обучения и прочее. Так что это есть, это активно развивается. Значит, что касается отрицания, это очень хороший вопрос. Есть, скажем так, несколько попыток добавить туда отрицание. Значит, в разных смыслах, отрицание в каком-то смысле не классическое. И это работы Бушковского, это работы, значит, Каминского и Францеза из техниона Хайфа. Израиль, Бушковский, это университет Адама Бицкевича, познание Польша. Вот, то есть, в принципе, это есть, но там возникают трудности. То есть, в частности, как я понимаю, если вот отрицание понимать в языковых моделях самым таким вот жестким образом, что просто дополнение до языка, то все, что не данного типа, это типа не А, то аксиматизации для этого неизвестно, разрешимость или даже перечислимость, это, по-моему, тоже неизвестно, то есть, это такое, и, скорее всего, будет что-то плохое. Но какие-то другие виды отрицания, то есть, вопрос, что вы хотите, что вы понимаете под отрицанием синтаксического типа? Как сказать, что не А? Если мы скажем, что это просто формальное дополнение, то в него попадут какие-то очень странные синтаксические конструкции, которые мы в нашей грамматике, скорее всего, видеть не хотим. Как мы сможем использовать не А? Что мы вот в данное место нашего предложения мы можем, мы готовы подставить вообще, что попало, но только чтобы это не было именной группой. Бывает в нашей грамматике такое? Ну, видимо, нет. А вот когда-то, может, это и можно, например, вместо отрицания какое-нибудь вычитание рассмотреть, что вот это должно быть именной группой, но не какой-то специальной именной группой. Вот такое может быть и хорошо. Но это прям такая вот область исследования. То есть, простых ответов там в этих книжах неизвестно. Спасибо большое. Это не то адрес. Это мы увидим как раз. Это не то отрицание, которое я имел в виду, когда отвечал на вопрос предыдущего, значит, вопрошающего. Это отрицание как просто, ну, отрицание в естественном языке, но его тип, да, какая-то, да, вот такая некая связка, да, там, частица, по-моему, называется, а не. Вот. У нее есть синтаксический тип, да, для нее проблемы, ну, проблемы вот такие же, как здесь. Мы это, когда будем разбирать, мы все эти примеры увидим. И там будут и квантеры, и отрицание, и это самое, и дизюнкции, и конъюнкции, и все остальное. Речь-то шла о другом, о том, можем ли мы добавить отрицание как операцию в само наше исчисление, наряду с делением, там, умножением и так далее. Вот. Имеет ли это смысл? Это отрицание как бы, такое синтаксическое, это не отрицание как, ну, вот мы говорим, что мы хотим разобрать предложение, в котором есть отрицание, а это отрицание как вот элемент нашего синтаксического исчисления. Ну, я так понял этот вопрос. Это имелось в виду, да? Потому что мы как бы имеем в виду некую неклассическую логику, в которой вот эти вот операции, это не, они не отображают семантику нашего языка, то есть деление, это не импликация, если то. Потому что слово «если» и слово «то» будет иметь какие-то свои синтаксические типы, тоже специфические, да? Вот. А это, так сказать, вот, ну, операции синтаксические. И можно ли там добавить что-то еще? Мы можем добавить, например, объединение пересечения. Так как конъюнкции дизюнкции уже на внешнем уровне, когда мы говорим, что вот это объект или такого, или такого типа, там, и оба годятся еще. Можем умножение добавить, конкатенация, мы этот пример все увидим потом. Можем добавить еще что-нибудь, а вот можем ли добавить отрицание? И вот это сложно. Как просто, как очистление ламбика, как классической логики. И какого типа, какого вида будет отрицание, и как его аксиматизировать. И читал я работы Каминского-Францеза с такетными правилами для отрицания. ПЛН там у них есть, вот это, Pure Lambic was Negation, как-то так. В общем, работа ведется, а результат, не знаю. Хорошо, это будет решать. Немножко, Давайте еще раз поблагодарим на пайчик. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.